Трагедию, произошедшую 9 мая 1993 года, вспоминали сегодня. 21 год назад самолет, принимавший участие в праздничных показательных выступлениях, рухнул на театральную площадь. Погибли 18 человек, 11 тяжело пострадали. Сегодня рано утром к памятнику жертвам авиакатастрофы были возложены цветы. В траурной церемонии принял участие глава города Сергей Носов. Родственникам погибших он адресовал слова поддержки. Торжественный митинг, посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляю открытым. Только сильные духом, мужеством, храбростью люди могли одержать победу в этой страшной войне. Разбить на голову коричневую чуму фашизма. Хотелось бы, и я это сейчас сделаю, низкий поклон ветеранам и труженикам тыла тех далеких военных лет. Церковь каждую минуту войны была за своим народом. С народом был сам Бог. Церковь помнит, чтит, молится о своих героях. И она скорбит о этих бесчисленных жертвах, которые принесла война. И церковь молится о мире, молится о недопущении и искоренении вражды в сердцах. Объявляется минута молчания. Никто не забыт и ничто не забыто. Я хотел бы заверить всех, что мы будем помнить и будем гордиться тем подвигом, который совершили наши отцы и деды. Вечная память солдатам, павших на полях сражений за свободу и независимость в нашей роде. Как патриот родного края мой прадед защищал страну. В боях рискуя, побеждая, он до конца прошел войну. Он рассказал мне про фашистов и показал мне ордена. А подвиг, совершенный ими, мы не забудем никогда. Победой кончилась война, все годы позади. Горят медали, ордена у многих на груди. Прослушав до конца рассказ, я сделал вывод для себя, что патриотам быть прекрасно и жить страну свою любя. Мне пришедшие полей. Здравствуйте, товарищи омолосы. Здравия желаю, товарищ Толгарь. Поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы и Великой Отечественной войне. Ура! 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 Автомобиль знаменной группы легендарный ГАЗ-67. Главный парад Победы в городе начался в 10 утра. Военные, полицейские, ветераны, техника открыли его. По традиции, первое слово сказал и глава города. Уверен, что внуки и правнуки достойны своих великих предков, их подвигов, их победы. Вечная слава павшим в боях за свободу и независимость нашей родни. Пока колонны двигаются, они пытаются попасть на трибуну. В руках гвоздейки. Их нужно подарить каждому ветерану. Семья Обуховых цветы караулила с самого утра. Мы каждый год поздравляем ветеранов. Мы благодарим их за победу. Эмилия Рыкова эти цветы любит. А то, что дети подарили, их говорит значимо вдвойне. Женщина, глядя на них, вспоминает себя. Ее детство оказалось нерадужным. В 13 лет началась война и пришлось работать. Нам досталось хорошо. Мы работали везде. Даже на территории завода. Вот когда приходили новые заводы к нам сюда, потом их восстанавливали, а после них мы территорию убирали. Нам досталось тут и железо, и кирпичи, и все. Они о войне знают только по рассказам. В параде принимают участие в первый раз таким составом. Вновь созданное объединение детских садов в Академии детства. Свои шествия в колонии посвящают именно своим дедам и прадедам, что воевали. Для меня большая честь пройти коллективом на параде в честь моего деда. Я им очень горжусь. Мы помним о его и гордимся всей семьей. В Тагиле парад устраивают каждый год. Впервые он состоялся в городах Украины. Новые власти его отменили. В нашем же городе все неизменно. Школы, вузы, суды, крупные предприятия города и малые. 30 тысяч человек сегодня прошли дружным строем по главным улицам города. Спасибо нашим отцам, нашим отцам, дедушкам. Ну, блин, для меня, да вообще День Победы, это, как называется, дань всем погибшим, которые дали нам жизнь, такую все, и молодежь, которая должна их знать и помнить. День памяти, день уважения всем ветеранам, кто воевал, Причинникам было. Танк очень понравился. И как бы машина у вас с пулеметом. Тразий большой. Гордость за нашу победу. Старый Собор и Умарочка. Елена Терехова, Павел Охотников, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. После двухчасового парада первые лица города направились к памятнику погибшим в локальных войнах планеты. Чиновники там почтили память воинов минуты молчания и возложили венки к мемориалу. День Великой Победы. Потому что наш народ, наша страна смогли победить тех, кто поставил всю Европу на колени. Это главное, наверное, то, что должны помнить и знать наши дети и внуки. В этом году юбилейная дата – 25 лет вывода войск из Афганистана. Не меньше 7,5 тысяч тагильчан четверть века назад приняли участие в военных действиях в чужой стране. В этом году в честь значимой цифры участникам приготовили памятные награды. Сегодня на митинге медали получили 6 тагильчан. Во второй половине дня митинг состоялся и в Дзержинском районе. На площадь славы собрались ветераны войны, труженики тыла, представители мэрии, депутаты и жители района. Говорили о вкладе тагильчан в Великую Победу. С мая 1942 года с конвейера Уральского танкового завода ежесуточно уходило на фронт 30 танков Т-34. Всего за годы войны было выпущено 25 тысяч 34-ок. Каждый третий танк, участвующий в боях, был произведен в цехах УТЗ. Вот в этот день, 69 лет назад, солдаты, танкисты Уральского добровольческого танкового корпуса на танках, сделанных на Уралвагонзаводе, вошли в Прагу и поставили победную точку в Великой Отечественной войне. Помните эпиграф, который написал капитанской дочке Александру Сергеевичу Пушкину? Берегите платье снова, а честь с молодым. Она сегодня на парад не пошла. Возраст не позволяет. Тамаре Леонидовне 94, но 9 мая для нее один из главных дней в жизни. Когда началась война, ей было 23. Жила в селе Щедровка, Горьковской области. Будущее представляло красиво. Собственный дом, муж, дети. Мечты о семье сменились мечтами о мире. В 43-м Тамару забрали на северно-западный фронт в город Тихвин. Нас обстрелили, как солдат. И потом послали в баню. Из бани пришли. Дали модирование нам. Обмотки, ботинки, мужское и все. Бушлаты и шапку. Город бомбили. Отряд жил в землянках. Страх, рассказывает Тамара, преследовал всегда. Работали на лесопилке рядом с Ладонежским озером. Строили деревянные мосты. На весь день выдавалось всего 4 кусочка хлеба. Затем караульная служба. Охрана военных складов. Вот ночью стою, идет тень. Я кричу, стой, кто идет. Я говорю, стой, стрелять буду. И он как закричал, командир проверял, посты видно. Это вот помню. Спугался. Автоматы были у нас. В следующем году Тамару направили в Новгород. Там получила водительские права и стала шофером. По многим городам возила военных чиновников. Санкт-Петербург, Новгород, Тихвин. Победу встретила в Пскове. Когда там кончилась война, и вот мы так плакали, так увнимались. Так мы плакали, так целовались, что война кончилась. После войны начались заботы житейские. Влюбилась в шофера из Нижнего Тагила. В 1947 году переехала к нему. Вместе стали работать на хладокомбинате. Медали за победу, за труд, как память о былых временах. Теперь живет с внучкой, готовится к семейному празднику. 19 мая Тамаре Леонидовне исполнится 95 лет. Сотрудники предприятия ее не забывают. Поздравляют с Днем Победы и грядущим юбилеем. Это очень приятно, что у нас на предприятии работал такой человек. Во-первых, 95 лет это уже какой-то показатель. Во-вторых, человек прошел войну и является все равно примером. Хорошо, что есть примеры у нас в старшем поколении. Дарья Ахничкина, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Этот образ легко узнаваем. Известный поэт и композитор Булата Куджава. Не все знают, что учился он в 32-й школе, когда в течение года жил с родителями в Нижнем Тагиле. Сегодня, в День Победы, у него день рождения, исполнилось бы 90 лет. Открытие мемориальной доски как дань памяти талантливому барду. На митинге ученики, преподаватели, а также представители администрации города. Каждый по-своему, подбирая слова, пытается донести до нас что-то новое, необычное, что-то важное. Вот Булата Куджава находил в нашем языке такие слова, которые шли, простые слова, но которые шли сразу в глубину нашей души. Выпускники нашей школы вышли с инициативой и оказали финансовую серьезную поддержку. Ну и мы шли к этому действительно долго, потому что все ожидали, что когда-то начнется реконструкция школы, и может быть будут новые стены, будем уже на новую стену монтировать памятную доску. Но вот так случилось. За два месяца изготовили мемориальную доску. Автором стал тагильский скульптор. Не случайно наклонное вот это, диагональное движение, оно всегда как бы создает остроту какую-то. И визуальную такую, и в то же время как бы характер открывает. Ну, в общем, по композиции так. Ну, а дальше чисто скульптура, что немного грустные глаза, немного как бы смотрящие в себя, немножко он поет даже как бы сам для себя. Патриотические песни, литературные строки Булата Куджавы знакомы многим. Участники митинга хором подпевали под гитару душевные куплеты. Одна на всех мы за ценой не постоим. У них свое праздничное шествие. Накануне 9 мая творческие коллективы устроили маленький парад. Шли от городского дворца творчества юных до парка имени Бондина. Театральные студии «Зеркало», «Очертания», музыкальный театр «Ремид» встречали прохожих патриотическими песнями и дарили им фронтовые письма. Это копии настоящих фронтовых писем. Там есть письма и тагильчан, мы их взяли в музей 4 года назад. Ребята их распечатали, потом свернули как настоящие треугольнички, состарили и подписали от руки с Днем Победы. Улыбки людей, рассказывают молодые артисты, лучший ответ на их старания. 4 года назад студия «Зеркало» уже также поздравляла тагильчан с Днем Победы. В этот раз решили возобновить традицию. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Ни холод, ни дождь их не испугает. Главное спортивное событие праздничного дня перенести не могли. Впервые за существование легкоатлетических баталий в программу включен велопробег. Одним из победителей стал номер 213, представитель спортивной детско-юношеской школы номер 4. Станция такая уж большая, но ехалось легко. Очущение такое прекрасное, что первый заехал. Не могли удержаться в седле, сдавали нервы, отпадывали колеса. Но ничто не могло остановить велосипедистов на пути к победе. Шесть кругов по два километра ехали спортсмены в четырех возрастных категориях. Принимали участие как любители, так и спортсмены, которые за двухколесным транспортом уже не первый год. 66-я школа, Тагилстроевская. Мы очень сильно болеем и очень рады, что именно в этот день проходит такая эстафета. И вообще это такой патриотический день. И патриотическое воспитание должно присутствовать в каждой школе. Поддерживали участников эстафеты одноклассники, родственники. Учница 32-й Мария Варзина на одном из этапов прибежала первой. 800 метров рассказывает не такое уж и большое расстояние. Желание победить в последний момент оказалось сильнее. Я посмотрела, она близко. Думаю, все, надо через силы, через боль бежать. Сюда бежала. Более полусотни команд приняли участие в традиционной эстафете на призы газеты «Тагильский рабочий», посвященной Дню Победы. Для того, чтобы пробежать свой этап, хорошо пробежать, быстро пробежать, нужно достаточно серьезно готовиться. И в школах, и в детско-юношеских спортивных школах, тем более в спортклубах проводятся сборы. Ребята готовятся для того, чтобы проявить себя. Но для того, чтобы просто поучаствовать, я думаю, нужно просто иметь огромное желание. В результате тяжелой борьбы среди школ первое место заняла 18-я гимназия. Нижнетагильский педагогический колледж номер два стал первым среди учреждений среднего профессионального образования. Абсолютным чемпионом среди вузов стал филиал УРФУ. Все победители получили медали, грамоты, а также специальный приз от газеты «Тагильский рабочий» – годовую подписку. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите в понедельник. Анна Хабарова, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости спорта Тагилтв. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова